Здравствуйте! В сегодняшнем видеоуроке мы покажем вам, как распознать человека, терпящего бедствия на воде, как правильно и безопасно оказать ему помощь, попытаться спасти его и оказать первую доброчебную помощь до прибытия службы 103. Начнем с того, как распознать человека, тонущего на воде. Основные признаки – панические действия, крики о помощи, поведение человека, положение его тела. Например, мы видим, что подбородок человека находится в воде, волосы, если они длинные, они на лбу, на глазах. То есть человек не контролирует себя, паникует, делает отрывистые, размашистые движения, не плавные, то есть лишенные какой-то логики. То есть если иногда бывает и так, то есть пытается позвать на помощь. После того, как мы определили, что человек терпит бедствия на воде, нуждается в помощи, первое, что нам нужно сделать, это попытаться оказать ему помощь. Делать это необходимо так, чтобы самому не подвергнуть себя опасности. Первое, что необходимо сделать, нужно сообщить по телефону, если он у вас есть. Если нет, попытаться позвать кого-то на помощь и попросить набрать службу 101. И сказать координаты места, где происходит бедствие, объяснить вкратце ситуацию. И после этого пытаться оказать ему помощь. Каким образом лучше это делать? То есть первое, никогда не приближаться к человеку фронтально. Почему? Паникующий, тонущий человек, он не контролирует свои действия. И возможно, панически, борясь за жизнь, он сам попытается утопить человека, который пытается его спасти. Подходить лучше всего сбоку или со спины. Для этого нужно или подвернуть, или обойти его по дуге. Произвести захват под руку, под мышку. Опрокинуть его на спину и таким образом транспортировать к берегу. Человек, который был в состоянии утопления, нуждается в скорой, в немедленной реанимации. Для того, чтобы любой обычный человек, который оказался свидетелем такого происшествия, мог оказать помощь, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Первое. Сообщите в службу 103. Для того, чтобы на выезд прибыла бригада скорой помощи. До того, как прибудет бригадская помощь, вы можете пытаться самостоятельно оказать ему первую доврачебную помощь. Вы можете проводить ему сердечно-легочную реанимацию. Для этого необходимо, если попытаться удалить остатки воды, которые попали в дыхательные пути, если таковое имело место, использовать желательно защитные какие-то приспособления, перчатки, платок. Почему? Ну, любые подручные средства. Почему? Потому что по правилам считается, что любая жидкость, вытекающая из тела человека, представляет потенциальную угрозу. То есть, если человеку в дыхательные пути попала вода, то наружу она может выходить, скажем так, в виде кровавой пены. То есть, нежелательно контактировать с такими вещами. Поэтому, после того, как вы удалили у человека остатки воды, то есть, можно его взять под живот. То есть, если это человек тяжелый, позвать кого-нибудь на помощь, встряхнуть его несколько раз, запрокинуть голову, ноги немножко поставить под углом, так, чтобы они были выше, чем положение головы. И начать производить сердечно-легочную реанимацию. Руки необходимо накладывать на тело пострадавшего. Ладонь, ладонь на ладонь. То есть, вот так плотно. Руки при этом должны быть прямые. В локтях не сгибать. Нажатие на грудную клетку вы делаете не руками, а корпусом. При этом руки остаются прямыми. Нажатия должны быть резкие, энергичные. То есть, грудная клетка при нормальной сердечно-легочной реанимации продавливается внутрь приблизительно где-то на 5 сантиметров. То есть, должна прогибаться приблизительно на 5 сантиметров. Руки располагаются приблизительно по линии сосков на середине груди. Вы выполняете 30 нажатий, запрокидываете голову, закрываете нос и делаете 2 энергичных вдоха в рот. Так, чтобы себя обезопасить, необходимо расположить платок. Либо есть специальные маски, они в аптечке водителя, то есть, ну, специальные приспособления для того, потому что нежелательный, как я повторю, нежелательный контакт, прямой контакт с, как бы, пострадавшим. Так как, если вы этого человека не знаете, то это может представлять опасность. Путем чередования компрессий и вдохов вы проводите сердечно-легочную реанимацию до прибытия службы 103. Продолжение следует...